Всем привет, с вами Хьюк. Я продолжаю проходить Сталкер Упавшая Звезда, и я перешёл на кордон, и здесь такая темнота... Стоп. Вот видно капельку солнышка, но это как бы спасительные лучи. И на сортировке было намного, намного лучше. Так, да, солнце какое-то очень-очень странное, которое проходит через этот туман. Полностью белое. Я не знаю, почему здесь такой тёмный-тёмный... Такая темнота, как такое вообще возможно? Не знаю. Сейчас 5.56. Должно быть нормально. И, кстати, я в прошлой части затупил, потому что отдохнуть вот здесь вот можно спать, типа. А я стоял, как придурок, ждал. Вот здесь никого нету, все куда-то пропали. Так, ну, как нам сказал Хьюго, надо найти схрон номер один, он тут вот в бункере у Сидоровича. Так. Ну, что-то такие глюки. Так, здесь нож, аптечка и записка. Брат, извини, что взял твоё имущество, но поверь, не сделай я этого, мне край. Будем живы, верну всё, Грег. Так. Так, берём. Сейчас проглючит. Что-то у меня фрапс вообще 0. FPS. Ну, что ж такие глюки. Так, у меня какие-то глюки. Не знаю. Так. И вот, как видите, здесь... Это меченая одиночка, но... С ним нельзя поговорить, он вот так выглядит. Привидение, короче. Тут как-то так страшно, страшновато ходить. Вот здесь вот сидят сталкеры, волк. У него почему-то очки, я не знаю. Так, если заглянуть вот сюда, по-моему, здесь будет... Так, опять у меня глюки. Я точно не помню, но где-то... Призраки в деревне новичков. Я видел призраки волка и меченого стрелка. Правда, говорят, бывалые сталкеры. В зоне нет ничего невозможного. Вот так вот. Сейчас я поставил яркость на самую яркость, которая только может быть. Так что... Мне более-менее видно. Но я знаю, что YouTube постарается так обработать видео, что... Там ничего нельзя будет разобрать. Так что, извиняюсь. Ну, сейчас едем просто вперёд по дороге. И на мини-карте видно, что вот в этом здании... Какой-то человек. Так, так что идём к нему. Я нормальный, я... Короче... Он, короче, бредит. Видно, что бред говорит. Кто здесь? Сталкер, что с тобой? Ты ранен? Сталкер, врёшь. Ты такой же, как и те твари в баре. Все мы теперь такие. Зло коснулось нас. Меняющие лица прикоснулся ко мне. Я чувствую эту мерзость, что внутри меня. А чём ты? Кто такой меняющие лица? Не заходи в бар. Обходи в бар за сотню километров. За тысячи. Ты понял меня? Понял, понял. Успокойся. Тебе нужна помощь. Давай я отведу тебя к периметру. К периметру? Ты псих. Я иду оттуда, понимаешь? Я нащупал каверну. Каверну пробился, но в меняющие лица догнал меня. Он говорил со мной. И он прикоснулся ко мне. Я трансформируюсь. Разве ты не видишь? Не видишь, что со мной творится? Ты просто немного не в себе. Пойдём, я знаю, куда идти. Идти? Ты хочешь меня куда-то отвезти? А, я понял. Я знаю, кто ты. Ты опять настиг меня. Не хочу, убирайся. Да успокойся ты. Не будет этого со мной. Так. Не будет этого со мной. Ваша машина. И сейчас тут будет такой страх. Это просто... Просто... Невыносимо. Идём спокойненько. Тишина. Спокойствие. Бац. И тут крысы появились. И всё. И нас ещё крутит жестоко. Но крысы дружелюбные какие-то. Я не знаю, что они такие дружелюбные. Но... Пофиг. Короче, берём его вещи все. Так. Вот так вот. И таких ещё случаев будет много. Так. Что нам тут написали? Ваша машина. У меня нет рационального объяснения для увиденного. Человек на моих глазах развалился на десяток крупных рыс. Что это? Неизвестная мутация? И кто или что такое меняющие лица? Вот так вот. Так, там вот мины понаставили. Я не понимаю, зачем здесь ставить мины, если здесь даже никто не ходит. Так, кидаем болтик. Нет, не попал. Ещё раз не попал. Всё. Теперь... Мины не должно быть. Да, всё. Хотя она обозначена... На... Мини-карте. Ну, детектор. Мин её засекает, но... Её там нет. Так, сейчас ещё. Вот. Вот этот чел... Он... Потом превратится в кабана, так что... Просто обойдите его, потому что кабан... На... Это что, кровосос был? Ну ладно, пофиг, бежим. Потому что кабан нам надаёт по пофе где-то два раза. И вообще в этом моде монстры очень сильно валят. Просто убегаем от него, да и всё. Там у него вывалится какое-то барахло. Но оно не сильно важно, там... Двухстволка и что-то там ещё. Дробь, наверное. Так, тут собачки носятся. Ну ладно. Ну тут действительно страшно ходить. Ну и вот, посмотрите, какой туман. Я не знаю, вам хорошо сейчас видно или нет, но... Такой туман как-то... Какой туман... Ай! Убегаем. Так, убегаем и да и всё. Что-то там лежало, по-моему. Мне показалось, что это там лежало. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ой, они на минах подорвались. Так. Всё, здесь надо кинуть мину, потому что она там. Всё, теперь бежим. Встречимся на свалке. Так, здесь сразу появляется сообщение. Лёша Борван. Если ты ещё в теме, найди на свалке Грека. Он ждёт на старом Долговском посту. У него есть кое-что для тебя. Так, ну... Понятно. Значит, идём на старый Долговский пост. И можно заметить, что свалка такая же противная. Здесь никто не ходит. Все бандиты предпочли посидеть в тюрьме этим, чем... Тут. Ещё тут такие звуки какие-то непонятные. Действительно страшно. Ну и так, чтобы вообще уже просто убийственно, но... Страшновато. Так, мне показалось, здесь артефакт был. Вот он. Так, бежим повперёд. Вон там ещё один артефакт лежит. Я возьму вот этот ствол лучше. Так. Никого. Ни единой души. Ничего. Вот просто... Действительно пустота такая, что... Одиночество. Я не знаю, как это ещё выразить. Так. Тут сохраняемся, потому что сейчас будет ещё... Кое-что. Смотрим вот на этого чела. Вот. Он сейчас превратится... В нечто. Что, походу, завалил он его. Да, всё. Так, вот его здесь... Снаряжение. Дремкомплект ещё. Так, это можно не брать. Он превратился в контролёра. Это просто... Ну вот, я не понимаю. Так, ещё перед тем, как с ним говорить, по-моему, нам... Странно, что здесь нету, но... Этот... Хьюго нам говорил, что... На блокпосту, там где... Блокпост долго бывший, там... Типа, может, тут... Странно. Но он говорил, что... Там какой-то сахрон номер 12 или какой-то там. Но здесь ничего нету. Ну ладно. Так. Сначала я одену... Ну, пока ещё не буду одевать. Так. Здорово. Здорово, ты, Грек. Хотя нет, стоп. Ещё сохранимся, а то вдруг кто-нибудь сзади подглядётся. Ты, Грек. Он самый. Не суетись. Инструкция от Лёши я получил. В общем так. Трое их. МП-5, калаш у старейшего. СР-25. Их ищешь? Похоже, их. В Тёмную долину прошли. Наемники скрытно шли. Да разве от Грека спрячешься? Это точно. Сфронты мой нашёл в бункере Сидры на кордоне. Твой, говоришь? И что там было? Тактик, Вальтер, нож. Нож только и остался с аптечками. Ну, братан, извиняй. Так получилось. Сортировку шёл пустой. И весь в косяках. А тут такой подарок. Займы, конечно, снарядиться и по новой по делам. Дверь в бункер как открыть-то? Обижаюсь, начальник. Я ж всё-таки вор. А вот ты как систему охраны обошёл, а? Она на меня настроена была. Понятно. Извини, пока вернуть вещи не могу. На сортировке сочтёмся. Идёт. Договорились. Вот и ладушки. За этим пойдёшь. Да куда сейчас? Через бар пойду. Сечёшь. Что-то нехорошее в баре. И, может, мне казалось, контролёр этот откуда-то взялся. Перевёртыш. Этих полно между периметром и барьером. Засечёшь фраера, тупо смотряшь её в точку, лучше обойди стороной. Это себя вроде нормально вёл. Да хер с ним, ладно. Простое. Бар. Баре тишина, запустение и скука. И темно, как в жопе у сатаны. И всё-таки поосторожней там. Удачи тебе, Грек. Свидимся. Так, ну, он нас немного повеселил. А то здесь действительно хмуро. Темно, как в жопе у сатаны. Это, конечно, хорошее выражение. Так, вот сидит ещё один Барателло. Он тоже сейчас превратится в собачек, наверное. Вот он смотрит в одну точку. Собачек. Ну, это... Можно было его не оббегать, потому что у него выпадают ещё аптечки, бинты. Это нам пригодится. Так. Так, этот одеваем, этот выбрасываем. Всё. Теперь сохраняемся. И бежим. Но сначала можно ещё пешком пройти, пока радиации сильная нет. Ну, а теперь бежим. Так, бежим осторожно. Смотрим, что и как. Ну, увидимся в Тёмной долине. Я, кстати, забыл сказать, что я пошёл именно сюда, потому что Грек нам сказал, что эти наёмники... Ну, эти, снайпер этот двигался в направлении Тёмной долине. Так что встретимся там. Так, сообщение. Неизвестно. Всем, кто меня слышит, атакованы смешанные стаи мутантов. Пробиваемся в лабораторию. Просим помощи. Ну, и, конечно же, нам надо туда идти. Здесь же так... Здесь так же хмуро. Бежим потихоньку. Так, там вот какой-то чел сидит. Или не сидит. Ну, без разницы. Я не хочу к нему даже приближаться. Надо как-то его обойти. Ой, их тут два даже. Да ну нафиг. Всё, я побежал просто. Мне всё равно кто-то... Хотя... Да, он смотрит в одну точку, так что без разницы. Чё он хочет, он всё равно потом превратится. Так, здесь сохранимся. Так, идём в лабораторию. И там надо будет сразу... Быстренько бежать, потому что там монстров много. И они нас быстро очень убивают. Так, немножко отдохнём. Всё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, сволочи! Ну... Ну вот засранка. Меня сейчас убьют. Нет! Я не сдамся! Ну ладно. Я понял, что... Тут надо сначала убить кровососов. Итак... Где тут этот кровосос? Он где-то вот здесь сидел. Здорово, блядь! Сволочи! Ты нас достаёшь! А, всё. Сохраняемся. Так, там тушканчик. Стоп, стоп! Стоп, 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 стоп. Я надеюсь, это вы все повыбегали, да? Да. Так. Всё. Увидимся в лаборатории. Итак, как только мы здесь появились... У нас сразу... Диалог возникает. Итак... Тут какой-то Арнольд. Он наёмник тоже. Враг. Ты кто? Ты прощал помощь и считай, что я скорая помощь. Что наверху? А ты выйди, посмотри. Есть отсюда другой выход. Через этот нам не выйти. И уж, конечно, ни в жизнь не пробиться. Так, всё плохо. Чёрт, всё дело в воронке. В той рёбаной воронке. Что за воронка? Две вертушки шли на бреющем мимо фабрики. Мы к канаве затихарим... Затихарим... Затихариться. Не успели. Из-под земли смерть чёрный, как жопа сатаны. Вот что вот это все сравнивают с жопой сатаны? Я не понимаю. Ударил по вертушке. Слезал, втянул назад. И тут твари попёрли. Думал, всё, край. Что делать будем, наёмник? Уверен, должен быть другой путь. Может, он и есть. Но я про него ничего не знаю. С этим ясно. Теперь слушай меня очень внимательно, наёмник. На сортижовке вы убили двух сталкеров. Бизона и Луки. Сейчас ты отдаёшь не то, из-за чего они были убиты. И мы расходимся по-мирному. Э, те кто? С дуба рухнул? Тебе что? С дуба рухнул? Или это шутка такая? Жду твоего решения. Так, да пошёл ты как хочешь. И здесь, после этого, сразу же, эти все в нас... Там вот этот чел, вот этот чел. И там ещё сидит, с той стороны справа, один. Но есть два варианта, как это пройти. Первый вариант не очень такой. Ну, это, как бы, сейчас быстро надо будет нажимать очень быстро на аптечку. Сразу убивать вот этого Арнольда. Потому что у него снайперка, и он нас с одного выстрела убивает. Но это очень долгий вариант. И это надо мучиться, и потратишь очень много аптечек. Другой вариант, немного читерский. Но если вот так делать, То мы потихоньку двигаемся. Двигаемся. Вот, двигаемся и двигаемся. И, и, чуть-чуть. Потихоньку. Ой. Так, вот, двигаемся. И, как можете заметить, они все смотрят в одну точку. Это значит, что у них такой низкий интеллект, что просто... Так, можно немножко отойти назад. О. Вот. Мы отошли, и уже диалог пропадает. Здесь можно сохраниться. На всякий случай. Так, подходите к нему, сразу диалог. Так, это я все читал, читал, читал. Читал, жду твоего решения. Как хочешь. Смотрите. Они отрицательно себя ведут. Чего они делают? А так бы они нас сразу просто убили. А нет, этот что-то делает. Так, ну это не проблема его забанчить. Итак, все. Это, мне кажется, самый лучший вариант, который только может быть. Так, у него была SR-25 в хорошем состоянии. Так, обыскиваем их. Это все забираем. Дальше. Что тут еще? Вот это можно выбросить. Так. Вот это такая, 74. Блин, он сломанный полностью. Вон, тогда выбрасываем. Итак, я не знаю почему, но когда мы заберем только вот эти вот три штучки, ну, эти книжки, то здание не высвечивается. Но когда берем все, тогда у нас принести вормана. Так что я забрал все. Но теперь можно выкинуть то, что нам не нужно. Так, ну, можно обрез выкинуть. Он нам уже не понадобится. Ладно. Мы еще потом много чего найдем. Так, теперь второй выход. Найти другой путь к лаборатории. Есть отсюда другой выход. Через этот нам не выйти. И уж, конечно, в жизни не пробиться. Ну, конечно, вот здесь вот есть. Можно пойти и перейти на другую локацию. Но мы когда переходим, там сразу закрывается дверь, которую я открыл. Так, здесь нет никаких монстров, ничего. Все двери открыты. Так, ну... Спускаемся вниз. На втором этаже, по-моему, света почти нет. Да, здесь света нет. Еще так все хрустит. Так, здесь много очень тайников разных. Артефактов. Тут, если побегать, это... Можно много чего найти. Слышно, как будто псевдогигант кричит, но на самом деле его нет. Так. Идем сюда. Сохраняемся. Хотя нет, еще не идем сюда. Еще мы зайдем. М-м-м... Не помню. Да, сюда сначала зайдем. Вот в эту комнату, где в оригинале были документы, только бежим вот сюда. Здесь просто тайников много разных понаставили. Так. Гранаты берем. Так, это, это. И все. Ну, у нас теперь больше патронов стало. Это хорошо. Я не потратил ни одной аптечки и их замочков. Но если бы вы пошли по первому пути, как я говорил, использовать очень много аптечек и так далее, то это, конечно, было бы более правильно, но... можно немножко побыть и читером. Читером. Так, вот в эту комнату идем. Здесь сначала зайдем. В холодильнике ничего нету. Здесь ничего. А нет, здесь бинтик есть. А вот здесь вот 24 ножа. Кольт. Короче, все очень хорошее. Очень нужное. Так что все берем. И у нас перевес. Так. Ну, я выложу вот это. Так. Что тут еще выкинуть? Мне не нужна водка. Что еще? Еще. Ну, остальное можно оставить. Вот это можно. разрядить и выкинуть. А хотя... Стоп, стоп, стоп. Что немецкий-то? Ого. Это можно оставить. Да, это можно оставить. Так, это можно выкинуть тогда. И все. Вот к этому можно прикрутить прицел. Это теперь вот так хорошо будет выглядеть. Так. Здесь сразу переход. вот. Ну, что ж. Тогда увидимся на этой следующей локации. Так, здание выполнено. Второй выход. пещера из Народной солянки. Мне так кажется, или это пещера из... Нет, это не пещера из Народной солянки. Ну ладно, в любом случае, что это за пещера и что там дальше будет, вы узнаете уже в следующей части. Ух ты, здесь еще сюда... Нет, это все-таки из Народной солянки пещера. Так что, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok